Скажите, как-то был опыт контакта с межгалактическим центром? Есть ли такой? Межгалактический центр, он немножко не так называется, но, в принципе, такие центры есть и на Плеядах, есть и на Сириусе, они, по сути дела, занимаются объединенной всегалактической работой, там, по сути, ну, на Сириусе это как парламент галактический, там собираются представители разных планет, цивилизаций и, в общем-то, находят какие-то решения и внедряют их в жизнь. Кстати, жизнь на нашей Земле тоже в значительной мере инициирована Сириусом. именно оттуда прилетел так называемый Номо, который потом, но уже в другой транскрипции со временем стал называться Хомо и занялся сапиенсами. Возникли Хомо-сапиенсы и вся флора и фауна Земли это тоже, в общем-то, была сюда завезена Сириусом. Дельфинчики, китообразные, это все форма жизни той, можно сказать, уже звездной цивилизации, очень высокодуховной, которые должны были помогать созиданию жизни на Земле. Но обратите внимание, например, как дельфины плавают, они как пилоты, вот, энергетический пилот, они нормируют водную среду своим движением и своими излучениями мозга, ведь они разговаривают на уровне ультразвука. Мы еще так не умеем разговаривать. Да. Вот Дина Михайловна спрашивает. Вы говорили в первом тексте о коллективном воскрешении. Что имелось в виду? Ну, я имел в виду именно ту работу, которую мы сейчас ведем. Это же и есть подготовка коллективного воскрешения, то есть переход на другой уровень реальности. То есть те люди, которые будут допущены к этому переходу, они, по сути дела, и осуществлят это коллективное воскрешение. Помните, Иисус еще говорил, да вы гроб раскрашены. К нему там подходились, а он им говорил, вы гроб раскрашены. Да, вот Степан пишет. Подскажите, пожалуйста, разрешают ли вам проводить инициации, которые позволяют людям освободиться от сущностей? Это позволило бы инициированным больше сюда на землю проводить энергии света и любви, тем самым ускорив процесс перехода и сомнев людей о страдании перехода. Мне Отец разрешает все, но не все, что мне предлагают совершить, я совершаю. Потому что у меня есть представление о том, что можно сделать, и когда надо делать, и в каких масштабах надо делать. поэтому Отец мне доверяет эти управления. Именно потому, что я никогда не злоупотребляю тем доверием, которое он мне оказал. Алена спрашивает. Правда ли, что если начинаешь идти путем как познания, то от резкого скачка может случиться какая-то болезнь? Как бы вышла изнутри? Конечно, все может быть. Болезнь – это сущность. Она все равно выскакивает из сознания. Поймите, откуда она выскакивает болезнь. Вот вы не болели, и вдруг бах. Ну, значит, в сознании были предпосылки. А уж потом какое-то материальное событие, которое как бы объяснит. Ну, палец порезали, микробы попали, вот заразили. Но все равно, прежде чем вы палец порезали, туда микробы попали, все, вы должны были в сознании быть предпосылки этого события. Вот просто так ничего не происходит. Субтитры создавал DimaTorzok